В программе основана на реальных событиях. Некоторые имена и подробности были изменены. Луиза Геллигер почувствовала, что у неё внутри что-то затрепетало, когда она встретила Конрада Ченни. Он был очень таинственный и романтичный. В этом человеке абсолютно всё было прекрасно. Однако такая загадочность обернулась бедой, когда тёмное прошлое Конрада стало ещё более мрачным настоящим Луизы. Он не сказал ни единого слова правды. Мамина жизнь превратилась в ад. Просто поразительно, до какой степени Ченни её контролировал. Преисполненная ужаса Луиза решила пожертвовать всем, чтобы спасти тех, кого она любит. Она попала в западню. Оттуда невозможно было спастись. Я запаниковала. Я представить себе не могла, что доверила свою жизнь такому чудовищу. Иногда в любви и браке всё не так, как кажется. Двойная жизнь. Муж признаётся в преступлении. Ужасное предательство. Любовь ослепила жену. Брак по ошибке. В августе 98-го года Луиза Геллигер, руководитель инвестиционной компании, не собиралась смешивать работу с развлечениями. 44-летняя мать-одиночка из канадского города Калгари чётко определила свои приоритеты. У меня было две замечательные дочери, Алексис и Лизан, 12 и 10 лет. Я должна была сосредоточиться на них. Приоритеты сильно изменились, когда на сцене появился новый клиент. Его компания занималась изготовлением чековых карточек. Я туда поехала, чтобы обсудить первичное размещение акций. Луиза встретилась с одним из руководителей этой фирмы, 45-летним Конрадом Чинни, и он её сразу очаровал. Когда я в первый раз увидела Конрада, пожала ему руку, то у меня возникло впечатление, что мы уже встречались, и я спросила, «Мы случайно не знакомы? Кажется, я вас знаю». Он посмотрел мне прямо в глаза и ответил, «Нет, если бы мы встретились, то я бы вас не отпустил». Вот это да! Надо же такое завернуть! Огонь любви стал разгораться, когда деловая встреча превратилась в обмен личными вопросами и ответами. Он мне рассказал, что разведён, что у него две дочери, которые для него важнее всего на свете. Это меня очень привлекло. Я подумала, вот мужчина, у которого такие же ценности, как и у меня. Чем дольше мы разговаривали, тем сильнее он мне нравился. Луиза рассказала мне о знакомстве с этим восхитительным мужчиной. По её словам, перед ним невозможно было устоять. Он её совершенно очаровал. Конрад пригласил Луизу на свидание, и она решила, что совершенно не помешает скрасить скучные деловые отношения. Мы отправились в мой любимый ресторан. Конрад был действительно восхитителен. Постоянно напоминал мне о том, какая я красивая. Лесть казалась избыточной, но он мне всё равно нравился. Луиза заливалась румянцем, а Конрад неожиданно повледнел. Посреди ужина Конрад вдруг внезапно задрожал. Ему стало тяжело дышать. Я понятия не имела, что происходит. Он встал из-за стола, позвонил по телефону и вызвал двоих сотрудников своей компании, которые его и увезли. Подожди, что с тобой? Я забеспокоилась. Так меня покинуть – очень странно. Прошло несколько дней, и Луиза наконец-то дождалась вести от Конрада. Но его объяснения только сильнее всё запутали. Конрад позвонил и сказал, что очень болен. Я спросила, чем, но он не стал распространяться. Это была неприятная тема. Разумеется, я за него испугалась. Но всего за несколько недель очарование Конрада победило все тревоги Луизы. Конрад – романтик до мозга костей. Однажды прислал мне огромный букет с запиской от одного из твоих наибольших почитателей. Как было в такого не влюбиться? Очень скоро Луиза почувствовала, что пора представить этого принца тем, кого она любила больше жизни. Конрад не мог сдержать радости, когда познакомился с моими девочками. Он был так мил с Алексис и Лизан. Шутил с ними, дал им возможность почувствовать себя особенными. Он был очарователен. Мне сразу стало ясно, что мама действительно влюбилась в этого человека. Мы с сестрой не могли за нее не радоваться. Через три месяца романтических встреч Конрад неожиданно пригласил Луизу за город на выходные, но сюрпризы на этом не закончились. Мы приехали на место, сели ужинать, и тут Конрад достал из кармана кольцо. Невообразимо прекрасное. Выходи за меня. Я была потрясена и сказала, «Слишком рано говорить об этом, нам нужно время. Куда нам торопиться?» И тут Конрад сделал страшное признание. Он сказал, «У меня больное сердце. Если я не лягу на операцию, то я не доживу до Рождества. Всего несколько месяцев до Рождества. Я была шокирована. Как можно поверить в то, что твой прекрасный принц умрет?» Конрад сообщил Луизе, что его может спасти только экспериментальная операция, которую делают в Калифорнии. В тот вечер Луиза приняла от своего знакомого предложение руки и сердце. Я не знала, будет ли операция удачной, но как отказать человеку, который любит меня так сильно, которому я так нужна? Я чувствовала, что должна пойти на это ради него. Конрад повадился исчезать. Он мне звонил и говорил, «У меня дела, которыми нужно заняться на случай, если операция пройдет неудачно». Времени оставалось мало. Я так хотела видеть Конрада, но понятия не имела, где он, и это меня огорчало. Тем не менее, Конрад оказался рядом с Луизой, когда это очень понадобилось. В ноябре ей делали операцию на колени, и верный рыцарь примчался на помощь. Меня выписали, и Конрад приехал за мной в больницу. Я садилась в машину и заметила, как он убрал что-то тяжелое с переднего на заднее сиденье. Это пистолет? Мне показалось, что это пистолет. Игрушечный. Я сказала об этом Конраду, а он мне заверил в том, что это игрушка. Дочкина игрушка, которая завалялась в автомобиле с Хэллоуина. Мне стало смешно, откуда здесь мог быть пистолет. Приближалось Рождество. Луиза расстроилась, когда Конрад заявил, что будет встречать его со своими дочерьми. Но он прекрасно знал, как компенсировать свое отсутствие. Однажды я приехала домой, и увидела, что Конрад меня дожидается с огромной кучей подарков. Подарки для девочек, подарки для меня и для всех нас. Алексис и Лиза несказанно обрадовались. Мне кажется, что в 12 лет нет более волнующего момента, чем тот, когда ты в рождественское утро разворачиваешь тысячи подарков. Конрада не было с нами на Рождество, но мы ощущали его присутствие. Хоть Луиза и оценила этот широкий жест, у нее остался неприятный осадок. Меня беспокоило то, что я не знаю, как мой жених попал в дом. Я не давала Конраду ключ. Он меня заверил в обратном, и я решила, что, наверное, заработалась и забыла, когда это произошло. Влюбленные встретили Новый год вместе, и Луиза попрощалась с Конрадом, который уехал на операцию. Я хотела полететь с ним в Калифорнию, но он отклонил мое предложение, поскольку ему нужно было экономить свои силы. Никогда не забуду, как я огорчилась, ведь я не знала, переживет ли Конрад эту операцию. Наконец, через четыре дня, у Луизы зазвонил телефон. Но это был не Конрад. Один из его коллег обрадовал меня, что, по мнению врачей, операция прошла успешно. Конраду пока нельзя говорить, ему нужен абсолютный покой. Луиза вздохнула с облегчением, когда узнала, что Конрад выдержал операцию, но не хотела торчать в Калгари, ее тянуло в Калифорнию. Радость Луизы не знала предела, когда через месяц жених вернулся и сообщил, что совершенно здоров. Я была в полном восторге. Однако, должна признать, что Конрад прекрасно выглядел для человека, которому пришлось пережить тяжелейшую операцию. Я решила не заострять на этом внимании. Но Луизу не могло не беспокоить то, что она постепенно скатилась на последнее место в перечне приоритетов Конрада. Он сильно уставал, поскольку еще восстанавливался после операции, был слишком занят на работе и по этим причинам уделял мне все меньше внимания. Луиза и опомниться не успела, как мечты о совместном с Конрадом будущем стали рассеиваться. Мы не говорили о свадьбе. Центральная тема теперь – что нужно Конраду для возвращения к полноценной жизни после болезни. Как только я начинала сомневаться в целесообразности наших отношений, он обязательно совершал какой-нибудь поступок, который снова вселял в меня надежду. Возникшие у Луизы сомнения сменились ужасом, когда Конрад сообщил ей страшную новость. Я уже спала, когда зазвонил телефон. Было примерно половина второго ночи. Я взяла трубку и услышала, как рыдает Конрад. «Прости меня, Луиза, прости». «Что случилось?» Слова Конрада бросили Луизу в пучину параноидального страха и навсегда изменили жизнь этой женщины. «Казалось, она попала в ад». После этих слов мне стало тяжело дышать, будто меня ударили в солнечное сплетение. Брак по ошибке. Брак по ошибке. В феврале 99-го года Луизе Геллагер позвонил жених, Конрад Чинни, и перевернул всю ее жизнь с ног на голову. Он повторял «Прости, я подставил под удар». «Прости». Он рассказал, что является членом мафиозного клана, боссы которого узнали о моем существовании. Я была поражена. Не верилась, что это правда. По словам Конрада, мафию разозлило то, что он нашел себе невесту за пределами узкого круга лиц, которым можно доверять. Боже мой! В постели с женщиной можно разболтать многое. Я не знала никаких секретов. Но Конрад сказал, что боссы этому не верят. Ему, оказывается, прислали конверт, в котором лежали три патрона. Один для меня, один для Алексис, и один для Лизан. Это свидетельствовало о чрезвычайной опасности. Никогда не забуду, какой страшный ужас меня охватил. Луиза думала, что звонок в полицию – единственная надежда, но у Конрада были другие планы. Он мне объяснил, что если обратиться к полицейским, то мафия обо всем узнает и решится на похищение девочек. Луиза тряслась от страха и не могла уснуть. Она вспомнила, как развивались ее отношения с Конрадом. Внезапно все стало на свои места. Пистолет. Теперь мне понятно. Боже мой! Никакая это была не игрушка. Я очень на себя разозлилась, поскольку мои девочки оказались из-за меня в опасности. А виновата была я одна. И я не знала, что делать. Ради спокойствия дочерей Луиза ничего не рассказала им о мафии, но эта тайна медленно начала забирать здоровье несчастной матери. С моей точки зрения, девочкам не нужно было об этом знать. Я делала вид, что ничего не случилось. Прошло совсем немного времени, и угрозы воплотились в жизнь. Ко мне подошла соседка и сказала, «Я видела, как кто-то ходил вокруг твоей машины. Я позвонила Конраду, и он немедленно прислал своих людей, которые проверили, нет ли под машиной бомбы. Они ничего не нашли, но меня охватил постоянный, не отступающий страх». Луиза успокаивал лишь охранник, которому Конрад приказал следовать за ней, куда бы она ни поехала. Мне было страшно и неприятно. За мной следили. Конрад всегда знал, где я нахожусь, но он же защищал и меня, и дочерей. Такая напряженная ситуация не могла не сказаться на здоровье Конрада. В конце лета случилась беда. Мне позвонил его коллега и сказал, что Конрад лежит в больнице в Калифорнии, где его собираются подключить к системе жизнеобеспечения. Я сразу же подумала, что Конрад единственный, кто защищает меня и моих дочерей. Пока он жив, то мои девочки в безопасности, а если он умрет, я даже представить не могу, что тогда произойдет. Мне было очень страшно. Через несколько дней после того, как Луиза узнала о состоянии Конрада, она встретила в кафе своего знакомого. Женщине было страшно. Она разревелась и рассказала ему, что ее жених лежит в коме в Калифорнии. Мой знакомый пообещал, что ничего никому не расскажет, но через пару дней мне позвонила одна дама, его подруга, и сообщила, что ее дочь Ребекка не находит себе места. Ее жених, которого зовут Конрад, лежит под системой жизнеобеспечения в Калифорнии. Я решила, что такого не может быть. Луизу переполняли эмоции, но она договорилась о встрече с этой женщиной в тот же день у нее дома. Выяснилось, что жених Ребекки и ее, Конрад, один и тот же человек. Она разрыдалась, а я разозлилась. Казалось, что меня ударили ножом в сердце. Я была в шоке. Две дамы в ярости сразу же поехали к Конраду на работу узнавать, где он находится и как себя чувствует. Там они застали отвратительное зрелище. Мы вошли прямо в кабинет Конрада и, естественно, увидели его самого на своем рабочем месте. Не под капельницей в больнице, а у себя в кабинете. Это кто? Ребекка начала на него кричать. С меня хватит! Я потеряла дар речи. У Луизы не было слов, но Конрад нашел, что сказать. Он сказал, что соврал о системе жизнеобеспечения, чтобы защитить нас. Он надеялся таким образом сбить мафию со следа, а с Ребеккой стал встречаться, чтобы отвлечь от меня внимание преступников. Я не верю. Все кончено. Так или иначе, он мне изменял, и я была в отчаянии. Конрад пообещал, что порвет с Ребеккой, и напомнил мне, что может произойти, если я решусь уйти от него. Если бы Луиза его бросила, а затем что-то случилось с одной из ее дочерей, она бы себе не простила. Она не решилась бы на такое. Конрад заявил Луизе, что с Ребеккой покончено. Целых три года бедной женщине пришлось выполнять все распоряжения своего жениха и жить в страхе, что мафия станет действовать. Мы с сестрой поняли, что Конрад все портил. Мама, прогони его! Не было никаких сомнений в том, что этого не произойдет, и мы переехали жить к отцу. Это разбило мне сердце. Девочки не знали, что я живу с Конрадом ради их безопасности. Им было лучше перебраться к отцу. Со мной они попадали под удар мафии. К январю 2003 года постоянные угрозы бандитов переполнили чашу терпения, и Конрад нашел решение проблемы. Среди ночи они с Луизой сбегут в канадскую глубинку, где их не найдет никто, даже всесильная мафия. Я думала только, как увезти Конрада подальше от моих родных, поэтому и поехала с ним. Три месяца мы ютились в маленькой провинциальной гостинице. Поведение моего спутника изменилось. Он постоянно кричал, напоминал мне, что именно я во всем виновата. Я была в ужасе. Мне казалось, что Конрад меня убьет. Ему нужно избавиться от абузы. Когда же он решится? Конрад и Луиза скрывались почти три месяца, как вдруг к ним нагрянули нежданные гости. Я запаниковала. Думала, что полицейские мне сейчас скажут, что с моими девочками случилась беда. И я напрасно старалась огородить их. Луиза испытала шок и облегчение, когда узнала, что неприятности не у ее дочерей. Вы арестованы. А у Конрада. Полицейские приехали с ордером, зачитали список обвинений и сообщили Конраду, что он арестован. Я не могла понять, кто этот человек. Конрада искала не мафия, а полиция за незаконное проникновение в жилище, мошенничество и подделку документов. Благодаря друзьям Луизы преступника смогли выследить. Когда Луиза исчезла, мы поняли, что она в опасности. Поэтому пошли в полицию и сообщили, нашу подругу увез Конрад. У них был ордер на его арест. Они знали, что если найдут Луизу, то смогут надеть наручники и на Конрада. Ее смогли найти по чеку, которым она расплатилась в каком-то магазинчике. Конрада арестовали, а Луиза была ошеломлена. Все, что жених о себе рассказывал, оказалось наглой ложью. Он пытался произвести впечатление чрезвычайно успешного делового человека, а на самом деле не имел ни цента. Он был на грани банкротства. Именно по этой причине Конрад покупал сотовые телефоны на имя дочери, машину на имя тети. Они впоследствии подали на него в суд. Казалось, будто в меня ударила молния. Я до последнего момента не понимала, как кожи Конрад лгун. Выяснилось, что Чини не только банкрот и мошенник, а еще и изменник, который преследует своих женщин. Он рассказал Луизе, что собирается порвать с Ребеккой, а сам продолжил с ней встречаться. Она попыталась его отставить. Ему такое не понравилось. Он принялся преследовать свою любовницу, портить ей жизнь, даже забрался к женщине в дом. Она заявила в полицию. Конрад попал за решетку, а родственники Луизы забрали ее домой к любимым ею девочкам. Сестры и мама привезли их навстречу со мной в Ванкувер. Все было как в сказке. Я сегодня жива только благодаря Алексис и Лизан. Я не думаю, что могу выразить словами, как я люблю маму, как я благодарна, что она вырвалась из этого кошмара. Жених сидел в тюрьме, а полицейские объяснили Луизе, что она всего лишь пешка в его гнусной игре. У Конрада была только одна болезнь сердца и его полное отсутствие. Он не входил ни в какую мафиозную группировку, члены которой наберевались похитить моих дочерей. Он мне бесстыдно лгал. Я поняла, что Конрад меня нагло использовал и почувствовала себя опустошенной и подавленной. В июле 2003 года Конрад Чинни признал себя виновным в мошенничестве, подделке документов и незаконном проникновении в жилище. Приговор – два года, один месяц и 26 дней заключения в федеральной тюрьме. Речь не о том, что роман закончился крахом. Конрад издевался надо мной. Раньше я не верила в существование зла, но теперь верю. Калгари. Наши дни. Сегодня Луиза уже залечила раны, которые нанес ей Конрад, и даже стала сильнее. Я вернула себе самоуважение. Мои дочери снова со мной. Между нами существует крепкая связь благодаря любви и заботе друг о друге. Глаза мамы опять ярко блестят. Я не думаю, что какой-нибудь подлец когда-нибудь сможет погасить этот огонек. Я не могу заставить мерзавца перестать быть тем, кто он есть, но не дам ему портить мне жизнь. Меня ничто не сломит, пока я остаюсь верной себе. Конрад Чинни вышел из тюрьмы в апреле 2004 года. В 2006 году Луиза издала книгу о пережитой трагедии. Программа озвучена на студии Велес, текст читала Виктория Сон.